В прошлом выпуске я вам показывал, как полицейские и национальная гвардия собрались утешать народ. Они стреляли газ и резиновые пули. Я вам тоже показывал, какие-то агенты там находились и как они руководили народом и людей. В следующий день, в воскресенье, людей повели устраивать митинги на трассе. Все вышли из выезд по имени Washington Avenue и вышли на мост. И вот что случилось. В росте было почти 6 тысяч человек. Должны были закрыть все пути до трассы в 4.30. А проехал на грузовике водитель русский говорящий Богдан Вечерко. Как проехал в 6 часов вечера, никто не знает. Многие говорят, что он поддерживает Трампа. Что Богдан может быть расист и хотел убить людей. Но очень странно, потому что он останавливается посередине трассы. Где люди могут прыгнуть, вытащить его из грузовика и убить его. И слава Богу, то что какие-то люди его защищали и его полицейские забрали и потом посадили в термо. За его семьей приехали полицейские практически сразу в город Ацего и забрали в Protective Custody. Через пару дней выпустили Богдана и он и его семья до сегодняшний день прятаются. И чувствуют огромную опасность. Потому что люди, когда нашли его телефон, начинали писать угрозы его беременной жене. Есть теория то, что кто-то спланировал, чтобы Богдан был там на мосте. И то, что хотели и создать вид, что он какой-то расист, который хотел убить черных людей. Им не удалось, чтобы Богдан вообще на самом деле раздавил людей. Он правильно остановил грузовик и не поранил даже ни одного человека. Странно, у государства был где-то целый час с половиной, чтобы закрыть дорогу. Как Богдан проехал, а другие машины не проехали. Мы сейчас вам покажем путь, который брал Богдан. Богдан проезжал своим грузовиком на этой дороге. Вот на этот выезд. И приезжал на трассу, называется 94-я и спал. Выезжал потом на выезд на 35-й. И не знаю почему, но он был все равно открытый. Город вообще хотел к 8 часов закрыть его. А из-за того, что люди были на мосте, они решили, что в 4.30. Они сказали, что будут закрывать 4.30. Ну, им что-то не получилось ее закрыть. И где-то примерно в 6 часов, вот как у нас почти 6 часов, Богдан выезжал на этот выезд. Как вы видите, здесь перестраивают полностью дороги и мосты. И много чего здесь не прям видно. Вот и прям где-то здесь за поворотом люди стояли. И вот в этом моменте он уже начинал притормаживать, только... Прям вот белая машина, люди стояли. Вон по тормозам и люди везде, с оба стороны, где-то 6 тысяч людей стояли на этом мосте. Эти люди по трассе выходили вот на этом месте. Они стояли, стояли вот с этого места. И потом, короче, Богдан вот старался тормозить. И остановился, где между людьми вот такое все, никого не сбил. И потом старался выезжать. Его вытащили из своего грузовика. Мы вот сейчас проезжали, видели, что здесь черные собрались. Какое-то барбекю или что-то такое. Это необычно. В этом районе обычно много белых либералов. Вот сейчас посмотрим, что здесь происходит. Может, интервью у кого-то возьмем. Что они думают насчет тракиста. Что они думают вообще насчет все, что происходило в городе последние дни. НО ПЕ driving. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Basically trying to raise money from donations I'm filming for lot of people in Russia that are watching I was like at the riots and everything like that and at the protest all I was trying to show Like you know, not just the craziness So people understand what's actually going on and my opinion is this ad the rioting of some sort too what do you guys think of that yes yeah sometimes i think like marching and protesting the way how everything was going like going towards like the area where the cops are you know where the forces is i just felt like it was the trap in a sense like an ambush but you know we won't fully know the truth because we you know nobody had that type of information but for people who experience я не знаю, что я не знаю, как я чувствую себя, как я был в этом. Я говорю к большому русский-спективу в России, и мы у нас есть огромный проблем с полицейским и с подчерктовой пациентой. Не так плохо, как здесь, но не так плохо, потому что в России, если полицейский офицер даже shoots его вверх, то он должен писать репортс, что если он не проявил его причину, for shooting his gun even into the air he can get jail time for it. That's how it needs to be over here. Yeah, that's how it's supposed to be over here. It's too much of the same thing going on each and every year and the younger generation are looking up to us. So us being here and coming here and showing that positivity and love, it just makes the younger generation want to do better. So we are the main focus point that they see, they look up to. So just being here and donating and just being with the community, I feel like that's the best thing that we have to do right now. That's awesome. Did you guys feel like in Minnesota, the protests didn't cross the line as far and there is a lot more love in Minnesota than maybe other states? Or how do you how do you feel with the people? That's just some of the stuff, be honest, be honest. I feel like it's kind of the same, Minnesota did go overboard though. We did, I feel like we've done way more than a different state. We kind of started it, other states kind of just carried it on, picked it up and then just ran with it. How about what's giving back to the community? Oh yeah, no, Minnesota's always good on that. What do you say, Minnesota nice? Yeah, Minnesota nice, so see what we're doing right now. We do what we're doing, nice stuff for the community, bringing the community out, all sorts of people. We've got black, white, Asian, Hispanics, all outside. That's awesome. Welcome to everybody. Can you guys give me some description of discrimination maybe that you've experienced in the past? For Russian speaking people that don't understand, maybe not like the blunt racism, black racism or discrimination that you experienced where it's not out in the open, but you feel it. Like hidden racism? Yeah, hidden racism. I mean, that happens a lot, man. You know, we went to school in North Dakota and we've seen that a lot. A lot. Basically, being at parties, basically the stairs you look, the stairs you get up. Like you don't be long here or something. Yep, yep. So they're basically trying to push you out in a way, you know what I mean? So, I mean, I haven't had a real, like, real incident where racism has really affected me going a big way, but it's just, you know, it's always, you basically always get that, you know, in that sense. It's a different experience every time because you, you know, you just never know what can happen. So, you know, some other people, they probably experienced something that was traumatic, but some other people, it's just like, you know, it's just another day, you know, and they go through it. And they're really good at hiding racism, too. Sometimes you don't even know if someone's racist, but they could be super-duper racist behind closed doors. So, you don't really know right now. What do you guys think about the truck driver incident that happened on the bridge? Oh, yeah, that was crazy. I don't know if you saw the mural, but a couple of my boys were there. I wasn't there. I was actually back in North Dakota at work. But, man, it was crazy, man. Just seeing like that, he wasn't charged with nothing. That's what's kind of going at this point. But, yeah, it was crazy. It was very traumatizing for a lot of people. Oh, yeah. A lot of people are going to remember that to tell their kids their stories. I don't know. I don't know how I feel about that. It's not a good look. It was not a good look. It's really not a good look because, I mean, I was like two minutes away from the bridge, and I just see people like running, running. And then, like, I was talking to a female. She was telling me what was going on. And I'm just thinking about, like, how does a semi just come on the highway when it's supposed to be blocked? And it's like most of the protesters are younger kids. And, like, just to see that happen, I can only imagine how they're feeling right now, you know? The PTSD or whatever, you know, disorder that they might be going through just from seeing that, you know, just being in that environment and just watching that happen. And I'm not going to imagine how they'll feel. Yeah, I mean, it gets your blood pumping just watching the videos that are from there. Like, that's crazy. That's really craziness. Because some people are saying that if anybody ended up dying on that bridge, things would have escalated to a whole nother level. For sure, for sure. A whole nother level. Yep, yep, yep. And I'm proud nobody died on that bridge. I'm proud of the community to be together. The news won't show this. They won't show us coming together, being peaceful. So I want to thank all of y'all for being out here. If you want to look at something beautiful, there's a mural, my friend, and creations made to the right. Go ahead and sign your name and be a part of this great old historic event. If you want a hot dog, come get a hot dog. Free hot dogs. Короче, ребята, они здесь поддерживают район, и люди, кто покупает еду, она будет ворачиваться в этот район. Вот самый класс вот с Миннесоты, это то, что люди вообще собираются и поддерживают свои районы. Вот испортили районы, будут поддерживать, чтобы их восстанавливать. Самая печальная вещь из всего это, это то, что пострадали самосильно меньшинство и бедные люди. Прямо за кого вот эти митинги и были. Вот пострадали больше всего бедные районы, а богатые районы практически никто не трогал. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписываться на канал и нажать на колокольчик, чтобы видеть еще подобные видео. В следующем видео я буду показывать сравнение богатый и бедный район, который буквально один километр от друг друга, и как это влияет на каждый район. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok